Все еще работают, мои дорогие. Видишь как? Волыми ногами Нестор Дробот, вот Нестор Андреевич. Вот Владимир Александрович Пашенко. Это Христианка Марина, приехала с Украины нам помогать. Я говорю, сильная, все могу, я убедился. Без обмана. Вот просят, как они, это глина, одна глина, песка нету, и добавляется коровий навоз. Вот сегодня свежие лепешки везде собрали и добавили. Она крепкая делается, крепкая даже, ванну обмойте, в ней тут было. Воды много, травой протереть, потому что нынче это уже больше не потребуется. Вот видите, как здесь, теперь они приедут, вот где все выбрано, они видят заросшее было. Почему? В музее, потому что музей. Если Господь позволит, завтра обязательно прийти сюда, промыть все столы, подмести и принести сюда подушки, матрасы, хотя бы пару и простыни. Когда приеду, все под замок. Под замок здесь, но к их приходу туда можно постелить. Все, давайте, заканчивайте. Больше не разводите. Вам хватит этого. Вот бак с водой. Ну сколько? Полтора на полтора. Это что получается? Если 25... 2,25 кубометра. Метр высоты. Вот здесь надпись была, лагерь детский, православный. Когда мы уезжали, здесь были, просили, ради Христа не уничтожайте лагерь. Пощадите труд детей. 18 лет подряд сжигали все. Поджигатели. А потом 400 с лишним трупов в Чечне не могут опознать. Обгорелые. А может это у нас они были тут, себе заработали. Как индийцы говорят, карму. Бога возьми здесь. Бог все знает. Смотри, по ноге не тяпни его. Все. Руками-то три. Вот. А теперь туда плесните, в эту ванну. И у вас получится хорошо. Маленько еще ему дать надо. Ты можешь травой взять и протереть травой. Со всех сторон его это протереть. Он на штаны там грязь пойдет. У него там грязная. Помоги ему. Видишь как? Через верх тягает и все. Я не могу. Она может. Ее можно борьбу без правил посылать. Она их там зажмет. В Барнауле какой-то пацан залез воровать. А хозяйка услышала. А хозяйка была покрепче даже Марина. Она его схватила. Как дала ему, он упал. А она его придавила. Придавила. И пока звонили, в милицию приехала. Первым делом скорую вызвали. Она сломала ребро. Ему раздавила мошонку, кажется. И она лежала. А какой где? Полтора центера. Значит, серьезный был этот хозяин-то. Да. Женщина. Парень забыл все на свете. Только бы выкарабкать. Вот так. Я иду за Володей следом. Тут все подпилил. Деревья теперь. Видите, какие ровные. Я тут много поросли была. Сейчас прошел с топором. Такая у меня легонькая работа. Вот самая большая прорва. Сгнила. Ну, туда этих палочек наставить. Это не нора. Это быки тут же. Быки. Безобразно. Палочки сгнили все уже. А? Палочки сгнили. Ну, палки сгнили. Но она стояла. Что? Надо прутики хорошие прибить. Да? Если есть. А то можно воткнуть в землю и под эту. Не, тут не залезет. Это надо заделать как-то. Так это вон у нас есть. Топор, ножовка. Я все взял. Все, обвалилось. Даже не знаю, что тут делать. Это, Володя, а то убери внизу глину. Она не будет держаться. Вот так ее туда. Ну, да, теперь внутри-то там не столь важно у нас. Еще надо? Так, еще надо и бери. Бери, вот она любая. У меня ножовка есть. Можно. Я сейчас подойду с ножовкой. Григорий. Оченьолотая. Продолжение следует...